здравствуйте дорогие друзья с вами я ольга ушакова и наша программа планы на жизнь сегодня в нашей студии гости которая никогда не болела раком но она столкнулась предраковым состоянием и так погрузилась в тему изучения этого вопроса и вопроса онкологии что создала группу одну из самых многочисленных больших известных групп называется рак излечим знакомьтесь ольга бацан здравствуй воля здравствуй расскажи пожалуйста вот как родилась идея с чего начиналось сколько вообще группе времени группе где-то год у нас порядка 7 тысяч человек 25 тысяч вовлеченных в публикации ты так сказала можно на так мы с тобой же на ты мы с тобой на ты да я хотела бы чтоб наш разговор был максимально откровенно потому что мы тут девочки две блондинки давай просто поговорим официоза сегодня хватило было сегодня в герцена и выступала там с трибуны меня не очень было видно потому что у меня рост не очень высокий но я в следующий раз табуреточку возьму я думаю что выступлю еще дополнительно у них мы договорились о ряде программ и я очень благодарна то что врачи на столько это сегодня ты была на мероприятии приуроченном к дню международного дню борьбы с раком с раком да я считаю что этот день для врачей очень важен и ценен то что их деятельность хотя бы раз в год видят и обсуждают но ведь они на передовой каждый день и даже без выходных вот как я вижу как врачи работают и низкий им поклон в какую камеру посмотреть сказать врачи низкий вам поклон большое спасибо за вашу деятельность знаешь я когда узнала что у меня предраковое состояние это было очень давно и я не особо честно говоря погрузилась в эту тему это было в 2011 году да в 2011 году и вот это вот предраковое состояние мне не говорили я не понимала что это такое это по нижнему этажу мне говорили сначала то ли d1 d2 никто не знает что такое нижний ну кто-то знает кто-то не знает нижний этаж то есть это женское заболевание связаны с ну нашими шейкой матки да скажем так у кого что но в общем у меня шейка матки нижний этаж верхний этаж грудь нижний этаж мы решили называть настоящие девочки у нас с этажами с этажами ну так вот мне врачи сказали у тебя то ли d1 d2 потом сказали d2 d3 какие-то непонятные цифры для меня и буквы в том числе и для меня для меня это было совершенно непонятно я посмотрела в интернете и узнала что это не очень хорошо d3 это полностью из видоизмененные клетки то есть рак а вот d2 это 50 на 50 d1 это какие-то изменения мутации личном уровне на мутации чем быстренько побежали посоветовали пересдать стекла теперь я знаю что стекла надо пересдавать желательно дабы уже точно наверняка я это не делал но мне кажется я тоже это сделала да да ты знаешь на самом деле советуют врачи по ум с получается что ты можешь один раз это сделать поэтому не все рекомендуют пересдавать на на самом деле сейчас я понимаю что все-таки лучше пересдавать повторно пусть это будет стоить немножко денег но это на самом деле большие деньги это в районе пяти шести тысяч поэтому лучше пересдаться в нормальной клинике и и быть спокойным так вот когда я узнала что у меня около того я решила что наверное одни сказали d1 d2 другие d2 d3 я думаю ладно возьмем d2 среднее арифметическое я как-то честно говоря к этому отнеслась очень странно то есть вроде как бы что-то у меня там есть а вроде как этим заниматься вообще непонятно у меня была очень хорошая работа в алкогольной компании я советник генерального директора и думаю чего это я вообще куда-то должна приезжать что-то а мне еще толком так наш не сказали нормально что иди срочно делай операции вот как сейчас вот у нас в группе что если что-то что-то не так иди перепроверясь сиди к врачу нас группе рак излечим бывалые я их называю бывалые пациенты которые уже давно занимаются своим здоровьем они очень дельные советы дают и и самый основной совет не тянут но потому что они все проблемы знают изнутри на собственном так сказать опыте все прошли поэтому и говорят где где тонко у каждого человека затянуло я как тебе сказать я затянула мало того я это все как-то переживала очень внутри себя и я не говорила ни родителям не мужу никому в общем я не говорила о своей такой ситуации продолжала ходить на работу и горевать внутри себя ничего не делала сколько по времени это был знаешь честно недели две так это немного но некоторые годами ходят теперь я тоже это знаю если есть возможность годами ходить смотря какая какая заболевание иногда она очень скоротечно поэтому некуда ходить потом будет к сожалению вот я даже в сочи уехала я поехала отдыхать думаю съезжу к мужу к дочке в общем вдруг проблема сама собой рассосется да но к сожалению вот не рассасывается главное ты живы не чувствуешь поэтому ты как бы живешь себе и живешь ну так вот и тут знаешь звоночек то есть мне надо было срочно уехать из сочи обратно в москву и вот лечуя на самолете и весь самолет вот представь весь самолет битком набит людьми вот и ну и тут вот я пустое место и женщина какая-то сидит и что-то мы с ней разговаривали вот прям пустое место одно и нам было удобно с ней разговаривать и она говорит я из сочи лечу я вот перенесла операцию онкологическую у меня там щитовидкой были проблемы вот мне ее решили эту проблему я отдыхала в сочи балдела с девчонками а теперь я собираюсь паломнический тур поблагодарить богородицу за то что в моей судьбе все так более-менее решилась знаешь вот для меня это был как-то вот щелчок щелчок на кс выше я с тобой да я незнакомая женщина и не знал вообще что ты думаешь и звоню мужу говорю я в сочи не вернусь вот у меня дела я еду в паломнический тур на субботу-воскресенье ну надо значит надо в чем поехала я писаешь на минском шоссе стою с чемоданом села в автобус поехала и мы там молились ходили по тропе богородицы мы окунались это источники еще молились и там у тебя случилось видение я знаю рассказывай знаешь значит было так что я молилась ходила по тропе богородицы и первый раз там надо читать правила там надо крутить щетки где 10 раз очень наш и один раз богородица девы радуйся ну и вот так ведешь дальше считаешь ты чтоб не сбивать ой как меня крутил меня крутила меня мотала я зевала я спотыкалась в общем мне было очень тяжело преодолеть вот этот вот маршрут хотя чё там пройди вокруг и все второй раз то же самое тяжело и вот на третий раз уже смеркалась я иду уже четко читаю уже все запомнила уже уверена уже с канонами читаю с правилами 7 читаю и тут у меня прям такое вот знаешь вот ощущение что сзади меня идет женщина в таком монашеском одеяние темные темный капюшон так вот одеты я прям вот нашу ты ее физически ощущая я иду и чувствую сзади меня женщин черным думают иди думаю ну что я тут иду иду спотыкаюсь там что-то что-то читаю там думаю ну пропущу человека он идет своей дорогой я облокотилась там такая загородочка есть я облокотилась так стою смотрю на на тропу и я прям чувствую что она как обходят об этом я оборачиваюсь это не никого нет никого нет вообще никому но видение это было видение говоря что богородица на вот тропе на канавке богородица который внизу она часто еще раз где это место это это дерево конечно дерево дерево у как интересно и на дерево и вот после этого события знаешь вот у меня все вот я просила чтобы мои дела господь управил и господь управил знаешь мне сразу как-то я вспомнила про врача я вспомнила что у нас есть врач-онколог гинеколог что он оперировал все время мою маму по другим вопросам ну тоже гинекологическим и она делает именно операции орган сохраняющий и он очень такой вот щепетильный в этих вопросах и поэтому я ему позвонила он у меня сразу профессор олег васильевич макаров я ему сразу позвонила он гордая беру все операция состоялась в общем все благополучно и хорошо на сегодняшний день а как все-таки ты создала тогда группу рак из ты знаешь а как куда она уже делась вот я так жила жила занималась своими делами у меня юридический бизнес и в общем я совладелец этого бизнеса и как ты все знаешь было нормально и у меня джиар определенные проекты есть я на с очень влиятельными людьми всю жизнь общалась и депутаты сенаторы ну примерно такой уровень как ты все знаешь было вот как-то хорошо и ходи и ходила я на всякие там развлекательные ток-шоу именно знаешь вот для своего удовольствия для продвижения там самой себя своего юридического бизнеса и в общем-то совершенно не думая о о том что можно сделать что-то из этого некоммерческое и тут меня пригласили на передачу к малахову связана она была с онкологией как раз умерла глаголева и вообще передача была посвящена смертям наших актеров и вот вот любят телевидение нагнать жутью вот поэтому у нас при слове рак сразу страшно сразу голову в песок и все и вот человек замирает а это смерть подобно хотя эта болезнь очень даже контролируемый в принципе лечится если вовремя обнаружено и что самое интересное меня посадили на диван который был связан что в поддержку нетрадиционных методов лечения я думаю боже мой а я-то на самом деле за традиционный метод для лечения меня живут врач-то спас он не плавно наше телевидение я думаю а ребята вы меня не туда посадили но делать нечего думаю как же мне выкрутиться я рассказала историю то что я ходила там ну я не полу я ходила в это паломческие туры я вот так рассказала и слава богу что дату мою речь пламены они слава богу оставили но приняли нормально и восприняли нормально да но все равно финал передачи был что там какая девочка поехал на боли что она там умерла там кому-то кто-то рассказал как он там прекрасно лечился ему там извините глаз выковыривали рейтинги же нужны поэтому чем больше жутких историй тем выше рейтинг к сожалению это так и мы с вышли из этой передачи с онкологом он работает московском клиническом научном центре по мягким тканям завотделения константин титов и он говорит ну вот я горит а вот очередной раз ходил хотел про профилактику рассказать про то что у нас заболевание то на ранних стадиях вообще хорошо лечится и что его меланомы это самая королева рака считается что на быстро человек сгорает и то он как-то справляется с этой ситуации вот на ранних стадиях и как-то все неплохо говорит а слова то вот так не дали ну и в общем как-то мы с ним очень по душам поговорили он говорит а что самое интересное вообще проблема из проблем мы ходим на конференции все дела но проблема то что соцсети заполонили соды пиявки грибы и грибы что у нас там еще чудо приборчики неизвестные какие-то вся правда об онкологии мы вам только по секрету скажем и вот это вот эта дрянь и лабуда и шарлатанство которое просто процветает что и дальше еще и дальше заполонили соцсети группы которые ведут платные онкологи то есть ты приходишь в группу с известным названием которое ну известно допустим онкология казалось бы ты думаешь все об онкологии ты сейчас все прочитаешься будешь знать но нет там сидят модераторы из нескольких просто медицинских центров я ему не поверил он говорит ты знаешь вот нас врачей которые по ум с нас просто вышибли из этих групп мы говорим приходить к нам бесплатно вот пожалуйста лечитесь по карточке ум с пожалуйста все форма 057 пожалуйста вперед за родину давайте лечиться а там таких не любят понятно и по цель то разные у кого-то выучить а у кого-то заработать конечно конечно и вот после этого разговора я тут же вечером и сказала константин ну так невозможно жить вообще неправильно это ну не честно и вот честно вот вот после этого момента я прям вечером тот же села за компьютер и создала группу рак излечим позвала константина константин был тут же рядом потому что мы с ним и смс и лисе и мы все придумывали как лучше рак победим или рак излечим в общем и металли сметались но в итоге решили рак излечим оставить ему рак излечим вот такое название именно вы выбрали потому что потому что нам показалось что во первых это жизнеутверждающие название во вторых она привлекает внимание и в третьих это то что я посмотрела по количеству запросов всякой дряни которая вылезает и как раз на рак излечим больше дряни вылезает а мы решили так сказать собой своей большой группой потому что мне сразу цель была действительно коммуникации сводите всех врачей и пациентов все на одну независимую площадку мы решили просто своей информации задавить все вот эту вот грязь которая которая никому не нужна она только вредит вот так вот и получилось название так вот мы идем с песни по жизни константин привел врачей я привела пациентов потому что у меня в самый порядок много в общем у меня подписчиков и друзей много и поэтому я решила что дорогие товарищи мои друзья вы идете ко мне сейчас в группу я так и написала всем что они говорят да мы вроде как при не при онкологии ничего я говорю нет мои дорогие я занимаюсь вот этой темы поэтому вы мои друзья меня поддержите мне разговор короткий шантаж был но давление так давление и все узнали очень быстро это благое то есть хорошо что поддержали потому что на старте всегда нужно поддержку конечно и в итоге вот группа выросла в то что выросла а цели задачи группы какие знаешь еще раз повторю одна из задач это заполонить правильной грамотной информации системной информации про традиционные методы лечения то есть мы за доказательную медицину второй момент это то что оказывается нужно людям это не только информирование о новых достижениях в онкологии ты можешь приятно читать но самая такой вот наш козырь это то что у нас маршрутизация идет то что мы сводим того самого врача который нужен именно этому пациенту и вот это вот сведение соединения к счастью происходит в группе то есть человек получил на руки диагноз пришел к вам в группу искал ребята что делать и тут же сразу те кто переболел говорят куда обратиться где он прошел цели как шло лечение и появляются плюс еще врачи которые тоже говорят вот мы можем вам помочь да да и причем появляется знаешь появляется так и ронс и герцена и обнинск и онкологическое московское отделение балашиха я знаю балашиха с нами 62 с нами 40 с нами их очень много и это очень здорово и если допустим если допустим в герцена нет конкретного врача в нашей группе то тот врач который у нас очень есть замечательный андрей поляков он профессор он тоже по мягким тканям специалиста и голова шея офтальмолог он вообще чудо чудо доктор лор и так далее то есть он такие вещи делает просто с ума сойдешь он горло искусственное может сделать человек будет разговаривать это общает уникальная операция да 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 вот и он говорит мой коллега вот такой-то такой-то в герцена там-то там-то колл-центр там-то ну так то есть мгновенно можно получить консультацию причем это не птичей к классных специалистов и на таком уровне дружеском каком-то наверно да потому что я обратил внимание что атмосфера все-таки в группе такая она дружелюбно да и это принципиальный момент мы стараемся избегать жестких прений ну то есть ты можешь спорить безусловно ты или врач наоборот с тобой может спорить по любым вопросам но в уважительной форме ты же можешь свою точку зрения доказывать так что никого не обидеть а можешь кричать на весь белый свет ну да все не правы а я один такой молодец белым поэтому у нас нет у нас есть определенный правил хочешь им следует ты будешь группе если ты не хочешь следовать правил извини групп много пожалуйста иди со своим негативом куда-то в другое место самые сложные люди которые приходят это на начальной стадии вот когда они только получили диагноз неважно какой то есть это крик это боль это отчаяние это непонимание за что ему в общем это вот самый самый тяжелый вариант еще есть тяжелый вариант когда палеотив на обычно это обращаются там дети родственников или что-то еще тоже они не понимают как с этой ситуации жить что делать и им тоже помогает но вот про первый крик расскажу люди люди россии растерянно ну да и хорошо если их найдет правильный доктор но к сожалению этого в группе потому что человеку самому надо постараться чтобы найти этого доктора еще да я стараюсь я модерирую все таки я вижу когда человек обращается и он не просто так бла-бла а ему действительно нужно найти доктора что он делает он рассказывает свою историю он говорит что сделано он прикладывает в песной пик рис свой собственный он пациент он может выложить свои медицинские документы и задать вопрос то есть ребят мне мне куда мне на химию или мне на мне нужно мне нужна операция или какое другое там лучевое лечение так далее лучевая терапия и он в зависимости от вопроса ему подбирают я уже упоминаю этих врачей и уже примерно так вот и и действует человек то есть он уже в правильном идет русле он уже дальше сам выберет платно ему бесплатно частично платно или частично бесплатно то есть как бы есть варианты разные ну например мы все знаем что на химиотерапии на большие очереди но длинные там не досидишь до них но есть варианты что к тому же самого химиотерапевта можно записаться и пройти за консультацией бесплатно платный а лечиться потом бесплатно например по форме как высота для того чтобы начать лечение вот эти выходы вот эти выходы подсказывают бывалый пациент они говорят слушает что ты тут сидишь два два месяца больше с вот волосы на себе рвать давай вот так вот я делал вот так то и люди они доверяют тем кто это уже прошу это еще одна важная составляющая группы как равный равному то есть здесь иногда бывают такие люди которые а вот так вот у меня рак вот просто вообще вот просто истерят все там у нас есть там одна женщина люба глазкова например она у нас была на программе кстати вот как вы с ней сошлись как познакомились с удовольствием ну конечно тема была не не а не очень радостная но она все время знаешь так с юморком ко всему относится и когда вот человек кричит кричал у меня рак она говорит ну да мы тут все насморк лечим она как-то сразу знаешь так осекла человека немножко он по человеку она говорит а то то что здесь все такие чего ты собственно говоря тут так кричишь то тут все по делу разговаривают ты что хочешь лечиться хочешь или что ли прочитать или прочитать или глава об стенку беси ну хочешь головой иди беся а здесь вопрос про лечение про психологическую поддержку и вот так вот так вот происходит вот так с любой дело в том что вот создала эту группу и это был где-то сентября и в октябре в конце октября я узнала что у меня у папы диагноз тяжелый диагноз рак желудка как выяснилось потом последняя стадия ну тогда мы рассчитывали на третью стадию папа сейчас живой мой папа живой где он уже год как лечится знаешь и он все еще и он мечтает о том что он поедет грядки копать он пенсионер он очень у меня живчик он очень любит собирать яблоки как даже свалился с лестнице но этого не остановилась абсолютно он у меня такой что дом пойдет красить и так далее ничего страшного и ведра таскает с водой то есть никто он не жертва не жалеет на она он превращается не жалеет и причем мы знаешь наши группы в группе есть реабилитологи которые говорят вот хочет человек вот это делать давайте ему физическую нагрузку не надо чтобы он сидел вот так лапки сложил ничего не дел оказывается при физической нагрузке лучше переносится химиотерапия оказывается и вот поэтому мы мы конечно папе говорим пап ты там не рискуя особо там лази на лестницу уж пожалуйста но с точки зрения того что что-то там донести или что-то там хочет листья там пособирать и парафизические нагрузки как раз обсуждали ранее в программе то что при химиотерапии многие занимались спортом но не многим были но в общем да что это один из аргументов того чтобы как-то себя немножко форме держать так вот и я как си обратилась группу обратилась и в кучу других групп и это она только знаешь но только становилась численная я обратилась везде где только могла и откликнулась люба и она говорит а чё ты переживаешь давай встретимся знаешь он вот для меня вот такое человеческое отношение как-то очень раскрыла я прямо раскрылась мы с ней встретились в кафе что-то долго с ней разговаривали разговаривали как мне это знакомо разговаривали знаешь вот вот не только про онкологию мы разговаривали про все она рассказывала и свою историю как а как она лечилась я рассказал свою историю какие у меня были в жизни перипетии и так далее как друзья у меня тоже болели там онкологическим заболеванием у подруги был рак крови она кстати до сих пор тоже живая и дай бог есть дороги и живут и поэтому как то вот знаешь я к ней раскрылась и она мне подсказывал очень практические советы а поскольку мои родители поняли для себя что они хотят лечиться в конкретной 62 больнице знаешь как миссионер вот тот вот сказал что вот тогда вот именно там лечиться значит мы разобьемся но будем лечиться там ну и в общем а мы разбились но мы лечились там и поэтому сейчас продолжает лечение же да папа сейчас ходит боли клинику при 62 больнице получает там препараты самостоятельно самостоятельно да мы очень надеемся то что получится иммунный ответ хороший но мы понимаем что но мы хотим верить сюда ну я думаю за любой родственник ну любой близкий человек у которого кто-то болеет он надеется только на лучше конечно и поэтому она мне давал очень наш много практических советов в том числе там как дойти до нужного химиотерапевта на тот момент был это данил львович стройковский кому мы очень благодарны за то что он дал правильную схему лечения наверное остается лучшим ну один на данный момент действительно лучших то есть еще теперь я теперь я знаю поскольку я ходила на конференции не специально слушала ведущих врачей нашей страны с тем чтобы разобраться вообще кто есть кто кому доверяют кто кого уважает врачебное сообщество ну теперь уже просто обязаны это делать потому что это своего рода ответственность потому что имеет такую площадку может просочиться любой человек который может сбить с истинного пути до онкопациента вот как ты обходишь вот эти вот стороны вот эти вот как ты это контролируешь ты знаешь мне помогают врачи у меня в группе я попросила врачей быть модераторами вот ты знаешь я считаю что я делаю тоже модератор я знаю да либо модератор но она не влезает никогда не влезает во врачебные споры и там так далее там у них врачей целый консилиум получается потому что из одного центра одно сказал другой другой и они как-то между собой находят общий язык и пациент понимает в какую сторону двигаться либо больше по психологической поддержке я считаю такие люди тоже необходимы в группе безусловно поэтому вот так и вот модераторы они стараются и в общем-то успешно они стараются прям в самом начале не пропускать шарлатанов это сразу а как все как вот отличить шарлатана от человека с благими так сказать они сейчас стараться маскироваться раньше это было так вот он только зашел тут же начинает писать пост вы ничего не знаете про онкологию вот лечить грибами а вы знаете что там рак это грипп или еще какая-то ерунда а вы знаете что моя тетя лечилась в израиле а я вот тут вас всех значит тоже вылечу за три копейки там так далее то есть в общем нехитрые способы применялись которые видно сразу да их было видно на входе сейчас они зашли в группу то есть мы мы принимаем то всех ну потому что некоторые люди берут левые аккаунты для того чтобы не афишировать себя из их окружения не знал не все готовы раскрыть свое заболевание не все готовы и поэтому мы смотрим аккаунт но он пустой но не это не факт что это шарлатан может быть это действительно человек который цветочек нарисовал чтобы вопроса нельзя никому отказывать в помощи чтобы потом даже не сомневаться в том что кому-то потребовалось помощи и модератор и вот значит все всех принимают а потом у нас есть такие определенные фишечки которые я не буду так уж прямо раскрывать но они есть потому что ну я не хочу чтобы эти же шарлатаны знали где мы их ловим данных она но я так скажу что у нас есть тоже наши левые аккаунты которые не афишируются но периодически мы в них что-то пишем и вот этот вот человек который хочет что-то впарить какую-то услугу он вот на этого как раз человека клюет то есть у вас ловушки расставлены для непорядочных людей да что очень радостно да ты знаешь я считаю что правильно и у нас порядка двадцати человек вот так вот мы отсекли 20 шарлатанов я считаю неплохой результат ну за год за год я думаю что их больше просто конечно конечно маскируются но каждый своими целями приходит но вот хочется чтобы все-таки намерения были благие конечно потом а сейчас вот идет такая волна прям засилья международного иностранного туризма и честно говоря мы в этой теме пока плаваем я считаю что безусловно мы наверное будем как-то рассказывать людям где есть нормальные вменяемые клиники потому что я договорюсь с врачами которые у нас врачи в группе есть которые оперируют простите по всему миру но до которых приглашают и в германию швейцарию на операции и в турцию ту же самую в китай в корею люди ездят и между собой опытом делятся и все и поэтому они клиники конечно знать знать излуче когда люди наши приезжают в другую страну и их оперирует наш данный доктор что вообще просто невообразимо здесь по ум и с можно сделать нет на заплатить вот столько денег и прооперироваться теми же ручками и же абсолютно абсолютно за границей да и наш до подходит к операционным стал горит здравствуйте это конечно забавно и многие прям врачи мне так и рассказывают знаешь так за забавит эта ситуация сразу связать наверно с позовите мне другого человека да пусть он говорит такое понимаете ну в общем на самом деле вот вот такая ситуация и вот сейчас вот активизировались этот медицинский туризм и ты поддерживаешь это ты знаешь нет я считаю что надо лечиться в россии ничего кормить иностранных медклиник вот но есть люди которые принципиально считают что не надо лечиться у нас и поэтому если я пойму что мы можем показать качественную качественную клинику и действительно проверенную и которая будет одобрена нашими врачами то тогда да тогда мы будем сотрудничать с этими клиниками а если мне врачи хоть один скажет что нет вот отсюда негативные были случаи и мы переделывали работу этих товарищей и такое бывало то есть в этом случае тоже застрахованы но все-таки ты больше сторонник того чтобы лечились у нас но есть конечно люди которые вот ну и силу своих каких-то психологических особенностей или чего-то там еще но уже промыт мозг или что-то и вот хотят а потом есть технологии которые у нас не используются да но в этих случаях можно хорошо а потом допустим знаешь бывают такие вот варианты что ну допустим человек из узбекистана ему все равно где лечиться что ему лечиться в россии все равно за деньги и иногда у вас же получается и страны снг не только россия что в россии он будут за деньги лечить что где-то еще у нас в нашу группу входят практически все бывшие стороны ссср я вижу и казахстан узбекистан таджикистан украина белоруссия люди из израиля тоже сидят ну так спрашивают а как бы вы русские врачи вот как бы вы вот этот протокол бы сделали вот так вот как мне там сказали или как это у вас еще есть идея понимаешь вот тоже такой интересный момент да и очень так повышает авторитет наших врачей тоже хорошо своего рода еще и миссия такая объединяющие повышающий уровень наших докторов причем знаешь очень много кстати обращение идет из украины потому что у них там к сожалению политическая вот это свистопляска происходит и люди там из донецка они не всегда могут найти врача а часть врачей сюда уехала я знаю кто из донецка уехала сюда я их дергаю говорю ваши вот там вот застряли чего делать-то и они в любой момент в начине в ночи это очень высокие хирурги уровень с высоким очень высокий уровень их здесь распростертыми объятиями то приняли а там-то люди-то остались и тоже их надо лечить они говорят так там остался вот только то вот такой такой профессор к нему иди скажет меня то есть они находят способы как помочь тем людям которые приходят вашу группу это вообще вот это очень замечательно это такой человеческий фактор чем знаешь я же врачей ничего не заставляю делать конечно всем всем наверно помочь невозможно не не каждый знает человека существование такого вот к сожалению да многие там не очень любят пользоваться фейсбуком только из-за того что вот они за сидят там на каких-то других ресурсах вот но вообще возможности рак излечим группы они получаются такие колоссальные то есть их нельзя недооценивать и это огромная помощь людям а какие планы у рак излечим ты на жизнь на жизнь вообще вообще хочется чтобы все были счастливы и все были здоровы это во-первых это обычно ну и что они не утопились и мы сейчас будем заниматься больше профилактикой для того чтобы вылавливать то есть мы поняли как маршрутизировать тех которые ну прям с диагнозом таким серьезным это мы все поняли как делать и сейчас я думаю что это все будет также работать и сейчас я очень буду просить врачей по силам подсказывать нам и мы будем делать всякие видео ряды и привлекательно конференции именно по профилактике будет ли это в виде шутливого какого-то разговора там неважно две блондинки может мы с тобой выступим в этой роли ничего страшного я считаю даже хорошо так делать бантиков и будем говорить про профилактику нижних этажей верхних этажей неважно главное что что-то у человека осталось на подкорочке конечно же я знаю прекрасных врачей которые расскажут с научной точки зрения про все вот эти вот и нюансы которые есть женском и мужском организме про прививочки поговорим про про все вот вещи нужные которые нас сопровождают жизни и которых мы должны знать как просто цивилизованные люди для чего зачем нам вот это на себе носить зачем нам вот это себе в себе растить если мы раз в год можем себе там сделать чекап определенный и дальше жить спокойно зачем вот сейчас я замечаю знаешь какие ответственные люди вот которые прошли ты сама расскажешь какие ответственные люди которые прошли через вот это все да он уже по часам он уже знает когда ему надо бежать на кт и так далее мрт и так далее еще и других будет еще и других и скажет эй ты чего это там сидишь а ну-ка пошли а я тебе а еще подскажет одни бесплатных посещений мамологов бесплатных посещений по коже специалистов и все вот так вот так вот она и пойдет то есть профилактика диагностика ну развить конечно а вот максимальное количество участников какое может быть ты знаешь она не ограничена не ограничено для не ограничено для нас не ограничено то есть мы принимаем пока можем принять пока фейсбук не заметит эту ситуацию что у вас там уже миллион что нас там очень много постоянно какое-то движение то мы ходим в театре то мы ходим на выставке то мы идем на на концерт и в консерваторию то мы сами решили с любой глазковой придумать проект врачи против выгорания потому что мы понимаем что выгорают не только пациенты которые нон-стоп химиотерапия там лучевая то есть у операции мы с тобой тоже какие-нибудь проекты придумаем вообще планы на жизнь вот для рака излечим как вот слышь мы открыты для сотрудничества главное то чтобы это было не в напряг это было по силам я хочу маленькими шажочками но делать эту работу так чтобы мне и окружающим было приятно то чтобы вот мы не занимались ею закусив у дела я также и врачам говорю по силам будьте в группе по силам не надрываясь но в то же время принося до пользу людям ты знаешь поверь мне вот когда человек понимает что никто не заставляет его вообще вот вот ничто никакие начальники ничего над ним нет он просто приходит домой он разговаривает там с женой ужинают и подумать все равно лезет в эту группу читает выписки и помогает потом до обхода приходят врачи у нас групп практически круглосуточно потому что одни врачи в ночь как бы уходят и они там помогают а другие в семь утра в шесть утра некоторые в пять утра стают пока в метро едут там пишут уже я вижу уже пишут уже одобрять людей честно говоря модератор настолько хорошо работают врачи и некоторые отдельные одногруппники что я не успела принять группу свою сестру своих друзей я не успеваю этого делать они включают грудайте мне тоже нажать кого принять а они все же делают очень быстро четко оперативно ждала врачи ой а я знаю маленькую твой тайну но она не совсем тайна потому что в интернете есть информация об этом ольга бацин это твой псевдоним а так фамилия ольга черняк и ты столкнулась с терактом норд-ост ты была в этом зале момент теракта и первое сообщение которое получили сми это было от тебя о ребят расскажешь было дело да и даже награду получил за спасение погибавших может быть это наградой тоже мне как-то отложила след в голове и в сердце потому что жизнь человеческая она очень хрупкая и наверное может быть после того как я пережила вот эти события я поняла что мне жизнь дана авансом на самом деле потому что ведь погибло там в этом зале очень много людей и я когда подходила к мемориальными мимо я даже заикаю сутки просто так я подходил когда к мемориальной доске я понимала что там могло быть и мое имя и имя мужа в общем ты была с мужем я была с мужем до 13 нас ряд был знаешь мне прям вот слушайте свой внутренний голос мне очень хотелось уйти с первой первая часть закончилась и мне хотел стать и уйти в антракте но муж сказал билет вроде как уплочено давай сидеть дальше это по ружке да ну вот слушайте свой внутренний голос мне очень хотелось уйти вот я там пробыла трое суток ой мы там вели подпольную борьбу потому что я спокойно сидеть не могу на месте а мы узнали где все ходы выходы находятся и как вы узнали а дело в том что загнали персонал загнали билетеров которые в гардеробе работали в буфете у них такие красные жилеточки были я запомнила это в основном были студенты молодые люди которые подрабатывали в этом театре и я выяснила если рванет то куда ползти в какую сторону там были ситуации нехорошие там катались гранаты по полу ну то есть она засыпала террористка и у нее катилась граната выпадала из руки ну чё нормально суши ты 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 думаешь ты вот это вот смотришь когда граната у тебя катится неподалеку нет ты как в американских фильмах начинаешь падать а наш человек он падать то не умеет все падали вот так но я свой ряд научила что мы ползем в ту сторону и мы все вот так дружненько ложимся туда головками накрываемся ножками другого человека управлял своим рядом даже ну и затем и тем из-за того парня ничего страшного ну понимаешь и если бы я этого не делала может быть я бы не выжила потому что трое суток сидеть и сходить с ума это невозможно надо чем-то занимать да там что-то дорогая моя ты про это вообще не но попить пить очень хотелось очень хотелось но не хотелось также унижение которое доставляла каждый раз поход в туалет сначала мы ходили там где знаешь вот откуда кино проецируется сначала ходили куда-то туда в ки там у них штаб был и мы мимо этого штаба ходили на лестницу потом это все заполнилась нечистотами и нас отправляли в оркестровую яму а папара папа попробуй ты перелезь вниз туда спустись и вот ты сидишь среди партонных инструментов и делаешь свои вот дела это уже на третьи сутки ты когда выходишь оттуда с человеком поднимал сквамбры я тогда курила курила сигарилы пахучий я их разделилась вот по кусочку прям по маленькому по всему нашему ряду впереди стоящему и назад и мы занюхивали то есть мы чувство реальности и не теряли вот это вот самоконтроле и чувство воли некоторые ведь потеряет к сожалению вот этот самоконтроль и начинать очень очень нехорошие события начиная со стокгольмского синдрома это когда человек переходит на сторону врага идеологически мы сделаем ради вас все что угодно такое там было было такое даже это вот они как раз сказали выходить там мы наши пойдут на красную площадь там вот это все что мы с плакатами там будем стоять мы это видели своими глазами мне муж говорит смотри как мы справа в институте учили примут а еще были случаи что парень потерял контроль побежал по спинкам кресла зачем он побежал издали побежал вот по спинкам кресла кинул пустую бутылку с кока-колы в шахидку она начала не стрелять вот террорист к кинул и над в него не попал а стрелял плохо на попал других людей других людей и мужчина он сзади меня сиди я видела как его убили его убили то женщина выжила ей в бедро попали она инвалидно на всю жизнь осталась мужчина просто знаешь это это ты смотришь ты не веришь что такое происходит вообще в мирное время из головы просто хлещет ну и это как шампанское ой лучше не надо я не могу это пить вообще мы это здесь переживали ты это переживала изнутри наверно хочется сказать что рак это не самое страшное в жизни да и человек может уйти в другой мир чего угодно если вот с нашей темой программы надо понимать что все вот в отношении лечения в отношении диагностики это в наших руках на просто начать надо просто заходить не стесняться в группы где-то обсуждается надо смотреть на это на эти вещи трезвыми глазами не впадать в панику это уже относительно пожелания традиционного пожелания нашим зрителям думать о том что в принципе каждый человек в любой жизненной ситуации он просто обязан взять себя в руки особенно в этой ситуации да и вот ну пройти свое испытание которое тем выделено судьбой с честью и достоинство с достоинством да не не падать ниц там не духом ну ой в общем не выживешь да вот ты понимаешь вот такая ситуация жизнь человека очень хрупкая с одной стороны но с другой стороны мы же сильные в нас есть дух не надо бояться не надо бояться русские не знаю надо выходить на бой со своими трудностями да не отворачиваясь от этих трудностей вот они ты их принимаешь а потом побеждаешь ты с ними работаешь ты две бланде ты говоришь между собой потому что это правда на своей жизнью вам точно могу сказать что один раз я пережила кому это после нортоста это вот газ пустили я не помню ничего я в коме была меня откачали там рядом дефибриллятором кого-то откачивали меня вроде как бы не трогали если я состою не было путешествует туда-обрата правда ты это видел помнишь ты летала ты летал я летала не был так хорошо знаешь я ни о чем не думала мне было чего отлично меня не было где-то три три с половиной где-то так часов это раз а потом нас пролечили там от печени у меня был токсический гепатит что анализы зашкаливали так что такого врачи вообще не видели там превышение по печени там в 17 раз было там в два раза инвалидность а то у меня в 17 раз такого не было вообще в общем нас лечили лечили говорили детей не заводить это был 2001 год детеныш есть да нам сказали а теперь можно мы вас пролечили теперь можно по это уже твои планы на жизнь личные до ребенка да и вот у меня в 2006 году родилась дочка вот я и только родила и мне в кололе наркоз и пошло как что-то пошло не так и я опять впала в кому то есть у меня две комы понимаешь ну вот такой вот человек и способен тот который справился с такими сложностями ну мне кажется только такие люди способны на вот грандиозные поступки на самом деле ну грандиознейший поступок очень правильное нужное дело для тысяч сотен тысяч людей вот оль тебе огромное спасибо я думаю что их ко мне присоединяться тысяч людей которые уже тебе нам благодарны вот что ты посоветуешь нашим зрителям это традиционный завершающий наш вопрос я думаю так вас и меняться во первых группу до помогать и да нет можете не присоединяться вы все равно присоединитесь если вам понадобится помощи лучше пусть не надобится лучше 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 не надо присоединяться вы просто думаете о профилактике и в этом году мы будем очень много этим заниматься и дай бог поменьше будет болезней любите друг друга обнимайтесь побольше любите обнимайте друг друга знаете человеческие человеческое тепло человеческое объятие дает очень много исцеления и исцеление вспомогательное средство к исцелению почему нет и молитесь и бог все управят все ваши дела пойдут на лад я считаю что это абсолютно истина и конечно если что-то случилось не тормозите и просто идите к нужному врачу мы его найдем обязательно найдем спасибо оле что приехала это очень интересное получился интервью я вот сейчас буду переваривать эту информацию кто то вот этот рассказ потому что мы его раньше чтобы не обсуждали я знала и читал интернете вот эту историю снова просто вот то а нашим зрителям хочу сказать что смотрите какие яркие личности преодолевают такие ситуации тяжелые я даже сказал страшные и находят себе силы вернуться к полноценной жизни и помогать другим людям да еще как помогать в таком масштабе просто и объединяет правильно объединять и врачей и пациентов и близких людей он к пациентов это здорово мы завершаем наш выпуск спасибо большое что были с нами что уделили нам время подписывайтесь на наш канал фильматограф мы продолжим снимать наши выпуски спасибо всего добра всем добра пока